Привет, друзья! Вот ко мне пришел друг, это мой тайный советник, я не говорю никогда, кто это такой. Но это обаятельнейшая женщина, она очень трезвого ума, и поэтому в ней сочетается масса достоинства. Поэтому это мой друг. Кстати, я вот сейчас начну оживлять эту картину, потому что как раз таки сегодня мне привезли недостающие краски. Вот в чем дело. И теперь она оживет, я ее отдохотворю. Я еще раз хочу сказать про Далай-Ламу, который говорил со студентами. Теперь я начинаю искать, почему же это религия, когда там эта философия. Потому что у них Бога-то нету. Может быть за счет того, что миллионы, так сказать, сподвижников, за счет количества это религия. В принципе, может быть это учение, давайте вместе подумаем, или философия, или как-то по-другому однозначно. Бога-то там нет, Будда для них не Бог. И вот еще интересно. Может быть Бога нету, но вот эта реинкарнация, что человек не умирает якобы, а душа остается, и он там заново рождается. Может быть все-таки это сделано из педагогических целей, в плане, чтобы человек отвечал за свои деяния, за свои поступки. Потому что он же говорил там студентам, что если вы действуете положительным образом, делаете такие поступки, ну с учетом чего делается, хорошее или плохое. Ну, в соответствии с тем, что полезно для людей, для сотрудничества, для любви между людьми, для здоровья. Если вы делаете такие поступки, то в следующем воплощении вы быстрее будете переходить в новое качество. А качество, так я полагаю, как он говорил, я так точно не знаю, я предлагаю вам посмотреть. Если мы подумаем, качество я имел в виду, я так понял, что поднимается, поднимается, поднимается с каждой реинкарнацией человек, в конечном счете становится кем? Богом, но Бога-то они не верят, а имеется в виду какой Бог? Бог как человек, открывается человек как творец. Это, собственно говоря, чем мы и занимаемся, потому что у нас же по природе, вот мы говорим, человек хороший, и в нем, собственно говоря, геном, так сказать, творца. И поэтому, когда он снимает зажимы, научается управлять энергией стресса, высшей из энергии, это вечно неисчерпаемый, возобновляемый источник, когда он, наконец, начинает этим использовать своим, как для топлива, для своих достижений, снимая страх и комплексы, стереотипы, штампы, мышления, вот он как раз и становится творцом. Вот, может быть, мы, а может, и есть в будущем, да ла-ла его. Но я уже старый, конечно, тут помню, у меня был друг, приехал из Калмыкии, его собирались там выбирать чуть ли не в гильд, ну, я не помню, самым главным, да? И вот он был у Далай-Ламы, у них же буддизм, да, и говорит ему, а у того, значит, есть, говорит, оракул, который впадает в транс и певчим голосом, птичьим голосом пророчествует. И я, говорит, ему говорю, Далай-Ламе, попроси своего оракула, выберут меня там в губернатор, ну, или в кого-то там, я не помню, а у этого такой живот большой. А я почему это рассказываю, Далай-Ламе юморист еще, я почему это говорю, что это не религия, он еще и юморист, он просвещеннейший человек, и откуда я это знаю? Ну, этот мужик у меня стоит с этим животом, и я, говорит, Далай-Ламе говорю, ну, скажи своему оракулу, пусть войдет в трасс и птичьим голосом оттуда, общаясь с духами, скажет, выберут меня там в губернатор или нет. А он, говорит, мне сказал, я не знаю, что скажет этот Ракул, но молиться надо, говорит, и хлопнул меня по животу. Вот, представляете, юморист какой, ну, как такой юморист? Отличный мужик, я тоже юморю, но вот этого нету сейчас, того не выбрали, кстати говоря. Вот, Адалай-Лам есть, и это может быть религия условно так названа. Давайте вместе подумаем, что он имел в виду под реинкарнацией. На самом деле то, что вот некоторые буквально понимают, а может быть в философском смысле имелось в виду в педагогическом звучании, чтобы человек отвечал за свои поступки. До встречи, друзья!